готовить жаркое. Смотрите, в принципе, если вы готовите небольшую порцию, но она у вас вполне умещается вот так вот свободно на сковородке, то можно, да, вместе сразу и овощи, и мясо. Вот. А я готовлю на 4 человек сразу на несколько дней, то есть у меня будет достаточно много мяса. Поэтому сначала я обжариваю грудинку. Она пожирнее. Она сейчас даст нам жиру. Очень вкусно. Вот так вот раскладываем, чтобы это все как бы именно жарилось, а не кушилось. Вот у меня красивое румяное мясо. Я его отправляю как круг. Это вторая паста. А вот сюда на обжарку отправляю фрук и болгарку. Надо было, конечно, тоже две партии сделать, ну ладно. Вот такие вот румяные, красивые овощи. Я туда чеснок добавляю. Буквально на одну-две минуты. Все, все. Рубленый чеснок, закидайте на целый уголок после чеснок. Вот чеснок тоже уже направился, и я отправлю это как бы, мне как маленькую басклюлю взялась. Сейчас возьму что-нибудь побольше. Теперь я пастами буду обжаривать просто с ними уже. Вот, у меня там какая-то зазь баскель, и сладко туда же костыли. Ну все, по всей партии вкусно отжарила мясо. Я отправлю, как я уже взяла побольше. Все это активно перемешиваю. С овощами, с луком. Вот что у меня получилось. Сейчас ставлю это на плиту, открываю крышкой, и буду томить на маленьком огне, чтобы мясо было более мертвым. Потом все, я пойду готовить себе завтра.